МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И в этом выпуске. Пожарный автомобиль для жителей Харуты. Современная спецтехника марки Урал была доставлена в заполярную столицу с завода города Миас Челябинской области. За корюшкой на северный Тиман. Один из самых популярных фестивалей Ненецкого округа прошел в Индиге. Широкую масленицу отгуляли в Наринмаре. Традиционные забавы и конкурсы, любимые большинством горожан мероприятия, прошло с размахом. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Контроль за выполнением поручений. Глава региона Юрий Бездудный провел еженедельное совещание с руководителями органов власти. Какие вопросы были решены в ходе совещания, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Еженедельную планерку губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный начал с вопросов по здравоохранению. Глава региона поинтересовался у руководителя профильного департамента, исполнено ли его поручение по пересмотру сроков доставки медикаментов в село округа. То есть понятно, что если 10-12 дней потребность, потом доставка, эти медикаменты могут попасть в село через 3 недели. Я вам давал поручение отработать регулярно с рейсами, отправлять. Пусть небольшое количество медикаментов, но именно те медикаменты, в которых нуждаются пациенты, все. Также глава региона напомнил, что в ходе недавней поездки в ОМУ пациенты амбулатория сообщили о том, что не всегда могут записаться на прием к узкому специалисту в поликлинику Заполярного района. Также Елена Левина доложила о значительном спаде заболеваемости коронавирусом в регионе. На сегодняшний день у нас в стационаре находится 29 человек, всего трое из них в реанимации, и 276 пациентов получают амбулаторное лечение. Все пациенты, которые на амбулаторном лечении, в легкой форме протекают без осложнений. Свежих случаев у нас очень мало регистрируется по сравнению с тем, что было 3 недели назад. Спад заболеваемости минус 39% по сравнению с прошлой неделей. Ситуация стабильна. Она также отметила, что ПЦР-тестирование населения округа на коронавирус осуществляется по потребности. Следующий вопрос совещания касался контроля за уровнем цен. Мы мониторим по 18 позициям, которым нам советует Минпромторг. И мы на основании своих данных пока, хочу сказать, всплеска цен нет. У нас есть взаимодействие со всеми торговыми сетями. У нас местных сетей 5 работают на территории округа. Поэтому мы и с Федеральной антибонопольной службой взаимодействуем. Поэтому пока ситуация в ценах достаточно стабильная. То, что касается этой гречки, там полтора килограмма был. Поэтому цена там немножко другая, которую все ожидают увидеть, а не за килограмм. В завершении совещания глава Заполярного района сообщила о том, что в НИСИ состоялось торжественное открытие первой и единственной автозаправочной станции. Открыли заправку. Авиемкостной парк этой заправки. 270 тонн топлива. Топливо продается по цене практически как в городе. То есть, если в 95-м городе 56, там 60 рублей, что радует, конечно, особенно жители, проживающие в западной части у нас округа. Потому что все будут пользоваться и Перша, и Ома. То есть, будут ездить не в Мизень, как раньше, а сейчас, будут ездить сейчас, конечно, в НИСИ. Жители довольны. На АЗС НИСИ можно купить бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Предусмотрена наличная и безналичная оплата. Работает станция с 9 до 21.00 ежедневно. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. В поселок Корута отправился новый пожарный автомобиль. Современная спецтехника марки «Урал» была доставлена в заполярную столицу завода города МИАС Челябинской области. Пожарная автоцистерна вмещает запас воды объемом 6 тысяч литров и команду из 6 человек. Пожарный автомобиль адаптирован для работы в условиях Крайнего Севера и оснащен современным оборудованием. Цистерна спецтехники полностью обогревается. Насос установлен внутри кабины, благодаря чему водителю не надо выходить на мороз для подачи воды. В стандартной модификации единственное у него один плюс, у него стоит германский насос. Насос, который может забирать и соленую воду. У нас очень много проблем с водой на селе, что не везде у нас идет, как бы, не везде у нас пресной воды достаточно. И у нас многие населенные пункты находятся на берегу, как говорится, Ледовитого океана и преимущество соленая вода. Этот насос может закачивать и тушить пожары, именно применять для тушения соленую воду. Пожарная техника была приобретена за счет средств окружного бюджета. Ее стоимость составила порядка 8 миллионов рублей. Ранее новая спецтехника для огнеборцев появилась в Каратайке и Нижней Пёше. Этим летом планируется приобрести еще одну пожарную автосистерну для поселка Усть-Кара. Строительство новой пекарни взамен сгоревшей. Сдача физкультурно-оздоровительного комплекса. Проблема с канализацией в фельдшерско-акушерском пункте. Эти и другие вопросы остро стоят в прибрежном поселке Амдерма. Напомню, ранее в ходе еженедельного совещания главы региона Юрий Бездудный раскритиковал чиновников за формальный подход в решении проблем Амдермы. Вопросов у жителей Амдермы к представителям власти накопилось много. В частности, по части жилищно-коммунального хозяйства. Сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство модульной пекарни, которую здесь ждут больше года, после того, как сгорела прежняя. Сейчас хлеб в поселок доставляют два раза в неделю авиатранспортом. Также его привозят предприниматели из Воркуты. Жителей интересовал вопрос строительства пекарни, которое мы планируем разыграть конкурс в апреле. И я надеюсь, что до конца осени модульная пекарня из расчета 50-100 булок на человека, это из расчета 300 грамм на человека, будет установлена. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс поселки не могут принять в эксплуатацию из-за необходимости проведения ремонта полов в игровом зале. Вот совсем недавно, 2-го числа, туда вылетел подрядчик, который выиграл конкурс на ремонт спортивного зала первого этажа. Мы держим это на контроле. Он 22-го числа, подрядчик должен закончить эти работы. Во время поездки делегация также посетила водовод, дизельную электростанцию и котельную. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется текущий ремонт систем канализации и водоснабжения. Есть в поселке еще одна проблема – нехватка квалифицированных кадров, например, электрика. Один из вариантов решения – направлять вам дурмоработников вахтовым методом. Что касается еще одной новостройки фельдшерско-акушерского пункта, то здесь возникли проблемы с канализацией, которые были устранены представителями муниципального предприятия «Севержилкомсервис». Мы провели инструктаж по пользованию системы обогрева наружной канализации при отрицательных температурах наружного воздуха. Проверили, все работало, все точки канализации. На текущий момент не обращались к такими проблемами. Остро стоит в поселке и жилищный вопрос, в частности, переселение из ветхого и аварийного жилья. По вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья мы запланировали строительство 12-квартирных домов на улице Ленина и пересечения Дубровина. Там получится такой кластер современный. Там стоит современный ФАП, будет пекарня и новый современный дом. Надеюсь, мы к концу года это все закончим. В школе Амдермы необходимый ремонт будет проведен в летний период. Торги на его выполнение проведут в апреле. И мы уже проводим с профильными департаментами работу, чтобы выйти на строительство дома и ремонт детского садика, который мы тоже планируем отыграть в апреле. И к концу, к началу сентября закончить внутренний ремонт, чтобы не срывать учебу школьников. После 1 сентября выйдем на внешний фасад и благоустройство территории с установкой детской площадки и ограждения от белых медведей. Еще одной из главных целей визита в Амдерму стало выяснение причин пожара в Доме культуры. По этому поводу в поездке приняли участие представители МЧС. По результатам осмотра ожидается заключение экспертных организаций. Напомню, ранее глава региона Юрий Бездудный раскритиковал чиновников за формальный подход в решение проблем Амдермы и поручил направить туда рабочую группу. Александра Литкова, Катерина Тайбарей, Антон Бодряков, Алексей Орлов, Телеканал Север. За корюшкой на Северный Тиман. Один из самых популярных фестивалей Ненецкого округа прошел в Индиге. О том, как это было, расскажет Василий Хатанзейский. Несмотря на мороз под минус 30, в сердце Тимана стартовал четвертый фестиваль корюшки, где собрались ровно 100 любителей рыбалки, чтобы доказать, кто лучший в этом деле. Рекордное количество участников и желание победить. На реке Индига после старта разворачивается настоящее зрелище. Любители рыбалки бегут к своей лунке, чтобы как можно быстрее начать подлёдную ловлю. Все участники на своем месте. Для каждого рыбака заранее была подготовлена лунка и стандартный набор для ловли. Складывающийся стул и удочка. Здесь собрались рыбаки разных возрастов. Девятилетний Даниил Рочев принимает участие в соревновании впервые. На фестивале корюшки в заснеженной северной глубинке в рыболовном мастерстве соревнуются не только местные жители, но и гости из других регионов. Андрей Пычкин приехал в сердце Тимана вместе с семьёй. За плечами мужчины множество соревнований по ловле рыбы, но в Индиге он впервые. На Аспар-Хангельске проходят мероприятия, соревнования по рыбной ловле. А тут получается масштабный праздник. Как готовились вы к фестивалю? Какую наживку используете? Наживку использую. У меня получается обрезь брюшки семги и миски, черви специальные морские, вяленые. Клёв, надо отметить, не очень хороший. Кто-то поймал только пару рыбин, а кто-то вовсе остался ни с чем. А тем временем время, отведённое на ловлю корюшки, подходит к концу. И далее к своей работе приступают судьи фестиваля. У нас взвешивается, в общий зачёт идёт рыба, навага и корюшка. Мы измеряем самую маленькую и самую большую рыбку. Ага. А вообще, какая самая большая была, может, за всю историю? Ну, я помню, что 6 килограмм, более 6 килограмм было выловлено рыбы, а вот сколько помню, не помню. Именно какие. Там, по-моему, 11, самая маленькая была. Однако на этом фестиваль не заканчивается. Концертную программу обеспечили артисты Тиманского дома культуры, вокальную группу «Хэтха» этнокультурного центра НАО и чикотский традиционный ансамбль «Кочевник». Центр арктического туризма подготовил площадки по традиционным ненецким видам спорта. Каждый мог попробовать себя в метании тензия на хорей, перетягивании палки и ненецкой борьбе на поясах. А для самых юных гостей заповедник Ненецкий организовал площадки с экологическими играми. С каждым годом фестиваль набирает обороты. В далекую и заснеженную Индику приезжают все больше гостей. Я был потрясен количеством людей, которые собирает фестиваль корюшки. Это уже давно не местное какое-то событие. Это большой региональный праздник – фестиваль корюшки. А почему? Потому что наша корюшка самая вкусная. По итогам соревнований по ловле лучшим рыбаком стал Николай Канев из поселка Искателей. Его улов составил 1 килограмм 850 грамм рыбы. Ну а сам фестиваль корюшки уже стал визитной карточкой региона. История корюшки длится уже с 2019 года. Автор и идейный вдохновитель праздника – Ольга Ваучейская. Я как-то просто услышала, что в Санкт-Петербурге проходит фестиваль корюшки. И у меня сразу же проникнула мысль. А у нас есть такой замечательный поселок Индига, где корюшка, по сути, всю зиму, нашу северную долгую зиму, кормит весь поселок. И так и возникла идея. А почему бы не сделать в Индиге праздник корюшки? И с этого все началось. В этом году организацию всего фестиваля взяла на себя администрация Ненецкого округа. Отметим, что мероприятие проводилось при финансовой поддержке ООО «Нефтегазовая компания развития регионов» и Акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания». Более подробно о том, как прошел фестиваль, расскажем в специальном репортаже. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал «Север». Широкая Масленица – традиционно одно из самых ярких и масштабных мероприятий зимы. Кульминацией этого восточнославянского праздника являются народные гуляния, на которых собираются целыми семьями. О том, как прошли проводы Масленица, расскажем в следующем сюжете. Несмотря на мороз, народные гуляния в честь завершения Масленица собрали большое количество наринмарцев. В России этот праздник любят все – от мала до велика. «Потому что начало весны, тепла, солнце, блины вкусные, всю неделю можно есть и не толстеть». «Людно, весело, хорошо, празднично, и солнце светит, и небо ясное, все прекрасно». «Это лучший праздник, много блинов, и можно хорошо поесть». «Это приход весны, зима уходит, все веселят, радуются, солнце обычно всегда еще светит. Вообще сегодня чудесный день». Выступления артистов Дворца культуры Арктика, ростовые куклы, различные игры, вкусная еда, а также сувениры. Развлечения на любой вкус. Например, каждый желающий мог поиграть в народные ненецкие игры. «Эта игра называется «Притягивание палки». Значит, условия игры такие простые. Вот они, девочки, девочки неправильно. Мойки надо вместе, вот так вот ноги, ноги, и вот так вот притягиваем. Я за Веронику болею. Вот такая игра, она такая простая». Помимо ненецких игр, горожане могли поучаствовать в старинных русских забавах. К слову, они пользовались большой популярностью. И чтобы принять участие, нужно было дождаться своей очереди. «Здесь несколько конкурсов. Здесь ребята становятся на лыжи, катаются. Там ребята дерутся молотками, но так пытаются сбить друг друга с ног. Заплетают косы, различные игры деревянные тоже есть. Парашюты есть, когда ребята подбрасывают мятики. В общем, очень весело, тепло и хорошее настроение». Кульминацией народных гуляний стала всеми любимая традиция – сжигание масленицы. Этим обрядом прощаются с зимой и встречают весну. Несмотря на снег за окном, солнечные лучи уже согревают нарядмарцев. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Вам любимая всероссийская акция, которая прошла в преддверии Международного женского дня. Она охватила все субъекты Российской Федерации, в том числе и ненецкий округ. Тему продолжит Наталья Дуркина. Алдынай Парчин приехала в наш регион не так давно и еще только год работает акушеркой в родильном отделении Ненецкой окружной больницы. Это вторая весна девушки в северном регионе. Здесь у меня коллектив очень хороший, дружный, девчонки очень веселые, дружелюбные, все помогали, подсказывали. Ну, рабочий день, как обычно, обычный рабочий день, как выходной день. Ну, я очень рада, что мне подарили цветы на 8 марта. Приятно очень. Спасибо вам, девочки. В преддверии Международного женского дня, 7 марта, волонтеры Ресурсного центра добровольчества вручили работницам аптек, а также родильного отделения тюльпаны и открытки с поздравлениями. По всей стране проходит всероссийская акция «Вам любимые». И Ненецкий автономный округ тоже присоединился к этой акции. У нас в регионе она проходит с 6 по 9 марта. В рамках этой акции волонтеры Ресурсного центра добровольчества поздравляют медиков, находящихся на работе в это время, фармацевтов, которые работают в аптеках. Когда волонтеры Победы собственными руками изготовили цветочки со сладким сюрпризом, и волонтеры Победы поздравляют ветеранов и постояльцев Пустозерского дома-интерната. Сам Международный женский день, 8 марта, волонтеры в аэропорту встречали пассажиров и устроили всем женщинам приятный сюрприз. Неожиданно, очень приятно. Не ожидали, нет. Просто, как всегда, приехали. Думали родственники, родные, близкие встретят, и все. А тут такой праздник. И еще даже волонтеры наши, знакомые, хорошие друзья. Очень неожиданно, и так приятно. Очень здорово. Просто кто-то придумал, кто организовал это. Огромное спасибо. Акция «Вам, любимые» проходила в регионе с 6 по 9 марта. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.